Вичная идентичность это то, кто мы есть по сути, и мы уже говорили о том, что мы дети Божьи, наше жительство и гражданство на небесах, и это не зависит от нашего мнения или понимания. Все, что нам нужно для того, чтобы войти в права этого гражданства, просто согласиться. Это прекрасная новость, однако мы все еще живем на этой земле, мы кушаем, у нас есть нужды, потребности, мы живем в определенном сообществе, и у нас кроме небесного гражданства есть еще и земное. И сейчас мы хотели бы поговорить о вторичной идентичности, кто мы для этого мира, кто мы в этом мире, для чего мы живем, в чем же наша вторичная идентичность. Добрый день, дорогие друзья, с вами Капля, и мы продолжаем говорить о идентичности. Передается ли она по наследству? Не знаю, понимаем мы это или нет, но часто беседуя с людьми, я вижу, что многие говорят и поступают так, как будто прошлое определяет нашу идентичность, или давайте так, передается по наследству. Некоторые излишне идеализируют прошлое. Мы возводим тиранов в ранг святых, мы переосмысливаем все в более, можно сказать, таком, знаете, розовом свете. Когда мы это делаем, нам кажется, что мы можем удержать время, когда мы хватаемся за традиции, когда мы пытаемся сказать, что вот все из прошлого – это правильно и хорошо. На самом деле это не так. На самом деле, говоря о том, что прошлое определяет нашу идентичность и желание удержать старые традиции, говорит только об одном – мы не в состоянии это сделать. Посудите сами, если бы нам удалось удержать традиции древности, мы до сих пор ездили на лошадях и освещали дом свечами. Когда кого-то нужно было позвать в гости, мы бы отправляли голубей или почтальонов. Согласно утверждению традиционалистов, мы – это наше прошлое, то есть то, кем были наши предки. А потеря идентичности – это отход от традиций, устоев и так далее. Именно отсюда во многих, особенно религиозных кругах, такая любовь к древнему образу жизни, поездки на лошадях, использование свечей и одежды, которая вышла из моды лета так 70 тому назад. Но мы не можем быть лишь только прошлым. Наша идентичность, она, как и Бог, она триедина. Она основывается на прошлом, настоящем и будущем. То, кем я являюсь сегодня, то, какие решения я сегодня принимаю, что я делаю в данный момент и определяет мою идентичность. Несомненно, на это влияет мое прошлое, мое вчера, прошлое моих предков, оно дает мне определенный импульс. И будущее, оно точно так же влияет на мою идентичность, потому что я сегодняшний устремляюсь к себе завтрашнему. То есть я что-то хочу изменить в себе. Я хочу достичь определенной цели. Я сейчас не говорю о бизнесе или деньгах. Я говорю о том, что у каждого из нас есть определенная цель, кем мы хотим видеть себя лет так через 50. Итак, моя идентичность, и это не только вчера. Это вчера, сегодня и завтра. Наша идентичность не зависит от нашего прошлого и наших предков. Мы сами определяем и избираем нашу идентичность. Несмотря на то, что прошлое и культура нашего народа является, несомненно, достаточно серьезным фактором, каждый из нас вполне может выбрать собственный путь и сформировать собственную идентичность. Как вы думаете, насколько традиции прошлого формируют нашу идентичность в настоящем? Как не позволить неверным традициям прошлого влиять на нашу идентичность сегодня? Может быть, стоит вообще отказаться от всего старого?